Приветствую вас. Я думаю, что ваш вопрос можно разделить на несколько частей, на несколько аспектов, да? Значит, первый аспект, это аспект такой, что именно с сексом вам делать ничего не нужно, то есть, скорее всего, вы просто переволновались, либо сбились, потому что, когда вы удовлетворяете сами себя, вы не озаботились, естественно, вас не волнует, да, тема предохранения и так далее, и из-за того, что вы не привыкли к этому, скорее всего, здесь произошло нарушение вашего сексуального сценария, и из-за этого ситуация сложилась именно так. То есть, я полагаю, сирекция у вас в порядке, дело здесь немножечко в другом. А дело в том, что у вас до 31 года не было секса. Очевидно, что у этого есть причины. То есть, есть причины, по которым у вас до 31 года не было секса. И я полагаю, что на вашу активность, на вашу сексуальную активность, на проявление потенции повлияли именно эти самые причины. То есть, причины, которые, значит, обусловили то, что до 31 года у вас не было секса. И, конечно же, конечно же, именно по этой же причине у вас происходила быстрая эзакуляция. То есть, вы быстро кончали именно по этой причине. По причине того, что до 31 года вы удовлетворяли себя сами, и, соответственно, есть определенная привычка. То есть, чтобы кончать медленнее, нужно, во-первых, с одной стороны, как можно меньше удовлетворять себя самостоятельно, да. С другой стороны, нужно регулярно заниматься сексом с девушками. Чтобы приобретать опыт, чтобы контролировать вот возбуждение, да, и не кончать медленнее. Вот. С другой стороны, важно, как вы к этому относитесь. То есть, как вы относитесь к тому, что вы быстро кончаете. То есть, в этом, вообще-то говоря, нет ничего страшного, и, вообще-то говоря, в этом нет ничего негативного, в этом нет ничего ужасного, да, и так далее. То есть, это абсолютно нормально. Вот. Если вы считаете, что это плохо, то получается, что здесь вы боитесь. Это так называемый страх неудачи секса. И это, конечно, совсем другая уже история, но здесь и уверенность в себе имеет смысл, скажем так, обновить, обновить уверенность в себе. Здесь имеет смысл и на природу самих отношений обратить внимание, да. То есть, вам, чтобы расслабиться, совершенно очевидно, нужен такой человек, с которым бы вы доверяли, да, с которым бы у вас была какая-то связь и так далее. И, в котором вы были бы уверены. То есть, это скорее здесь идёт своего рода такая, знаете, духовная составляющая отношений. И именно на неё, на духовную составляющую отношения вам рекомендую я обратить внимание, потому что без неё, без неё вы так и будете бояться, что у вас не получится. Теперь, теперь, когда это повторилось, да, то есть, когда, точнее, не повторилось, а когда это случилось, это может повториться ещё раз. Вы теперь этого будете скорее всего бояться, а если вы будете этого бояться, то, соответственно, это произойдёт. И бояться вы будете потому, что, собственно говоря, девочку, с которой вы хотите заняться сексом, вы будете воспринимать именно так, только как сексуальный объект. И, соответственно, будете чувствовать себя обязанным выглядеть перед ней именно как, в твою очередь, тоже сексуальный партнёр. И будете бояться не ударить в грязь лицом при ней, тогда как люди, у которых есть эмоциональная близость, этого не бояться, потому что их отношения определяются не этим, не сексом. И здесь мы подходим к следующему важному моменту. Этот момент можно назвать моментом, значит, отсутствия эмоционально близких отношений между вами и, значит, противоположным полом девушкам. Отсутствие эмоциональных отношений может быть связано с тем, что вы их боитесь, не умеете устраивать, либо просто опасаетесь, возможно, проявлять какую-то искренность и так далее. И во всех этих случаях, в принципе, важно, чтобы была проведена работа, значит, для того, чтобы вы это поправили, чтобы вы это скорректировали, чтобы вас, грубо говоря, подобные вещи не беспокоили. Потому что это очень такой стревожный, на мой взгляд, момент, именно стревожный. Потому что отсутствие эмоциональных отношений до 31 года, ну, это говорит о, в общем-то, довольно серьезных проблемах у вас с коммуникацией, значит, между вами и противоположным полом. Итого. Что вам делать, значит, по чисто физиологическому аспекту старайтесь меньше смотреть порно, порнографические видео, меньше старайтесь себя удовлетворять самостоятельно, лучше, если вы вообще перестанете это делать. Значит, более активно общаться с девочками, не на тему секса, а вообще, и старайтесь выстраивать между вами и ими более тесные эмоциональные отношения. Целью образования пары и последующей семьи. Ну, если даже не семьи, то хотя бы просто пары, чтобы помимо секса, между вами и девочками что-то было еще. Это существенно облегчит вам построение сексуальных отношений также и, в свою очередь, обеспечит вас, обеспечит вам научение интимной жизни. Если какие-то проблемы на этом пути у вас возникают, то есть что-то не получается, что-то не складывается, что-то не можете, чего-то боитесь, чем-то не уверены, это все можно подробно обсуждать с психологом в ходе терапии, индивидуальной работы, значит, психотерапия, психотерапевтическая индивидуальная работа, вот. Поскольку вам уже 31 год, то я рекомендую вам не тянуть с этим и выбрать себе эксперта и грамотно с ним все проработать, потому что вполне вероятно у вас проблемы как с мужским поведением, так и с женским образом той, с кем вы хотите быть, вот. Я полагаю, что именно так можно вам ответить на вопрос, ну и отдельным пунктом идет ваше отношение к сексу вообще, да, и что делать сейчас, спрашиваете вы, что делать сейчас, чтобы что, чтобы что делать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!